Работы по профилактической дезинфекции остановок стартовали в Сергиевском районе минувшую пятницу и сейчас идут полным ходом. В первую очередь обработки дезинфицирующими средствами подвергаются остановке, где происходит массовое скопление людей. Сейчас обрабатываем хлоросодержащими веществами автопавильоны, где массовое скопление людей происходит, в защиту от коронавируса. Мы не будем прерываться ни на минуту, будем обрабатывать, поддерживать наш район в идеальной частоте и по существу, чтобы дать стоп коронавирусу. Дезинфекция 27 павильонов, 19 светофоров и не менее нескольких сотен метров противопешеходных ограждений. Такой объем работы сотрудникам Сергиевского ДО предстоит выполнить в рекордно короткие сроки. Сегодня мероприятиями по обработке охвачены все остановки центральных населенных пунктов района, где проходят автобусные маршруты. На данный момент у нас задействовано два автомобиля Дормастера, которые обрабатывают светофорные объекты. Одна автомобиль МАН, который непосредственно осуществляет обработку автопавильонов. У него в емкости три куба воды с хлоросодержащим веществом. Сегодня мы должны обработать все автопавильоны в жилой зоне по Сергиевскому району и плюс светофорные объекты. По мнению самих работников ДО, процедура санобработки достаточно простая и безопасна. Распыление дезинфицирующей жидкости осуществляют специалисты, облаченные в специальные костюмы химзащиты, чтобы раствор не попадал на кожу и одежду. Следующим этапом этой большой работы станет дезинфекция уличнодорожной сети. Асфальтобетонное покрытие обработаем все полностью. Светофорные объекты, это светофоры Т7, подходы к кнопкам. Все это будет продезинфицировано в ближайшее время. Работы будут проходить регулярно и ежедневно с утра до вечера в светлое время суток и продолжаться в течение всего периода действия ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Юлия Трухтанова, Антон Иванов, телекомпания «Радуга-3».